Приветствую! Неожиданно в последний день 2019 года EMC выложили фото, намекающее на продолжение путешествия Мишон вместе с Вёрджиллом. На фото они осторожно направляются по военно-морской базе, а возможно на каком-то судне. Мы видим, скорее всего, их на том самом судне, что нам показано в трейлере. Там, вероятнее всего, можно понять, что снаружи светло, и это дневное время. Обращают внимание, что здесь она уже без пончо, в каком была в трейлере, тоже на каком-то судне. Понять, что там делает Вёрджилл, сложно. Скорее всего, у него удивленное лицо. Оказавшись там, он должен погасить свой долг перед Оушенсайдом, загрузив в лодку Мишон оружием, которое она сможет забрать с собой, чтобы уничтожить Орду Альфы, и раз и навсегда заставить замолчать шепчихся. Может быть, Вёрджилл сам удивлен на фото, что никакого оружия там и нет, а возможно даже и его семьи. Есть еще вариант, что они могли причалить просто к действительно незнакомому судну, о котором Вёрджилл не знает, поэтому он настороже. Так или иначе, но мне кажется, что хотя бы на время у них там все будет спокойно. Потому Мишон затем наденет пончо и будет просто смотреть с палубы. Конечно, шансы того, что план с оружием сработает абсолютно гладенько и без помех, ну, скажем так, почти равны нулю. Но это и к лучшему, поскольку это проложит путь к будущим проводам любимой мечницы Рика Граймса. «Я взволнована, чтобы зрители увидели работу Данай во время этой последней ее арки в проекте. Она просто удивительна в этой истории, которая демонстрирует лидерство и силу Мишон, а также ее любовь к своему народу», — говорит Анжела Канг. Однако же фото Мишон было опубликовано еще в прошлом году, а вот самая первая новость о вселенной Ходячих этого года пришла про многострадальные фильмы Рика и их не менее доставшего продюсера Скотта Гимпла. Гимпл дал первое в этом году интервью изданию Entertainment Weekly, и из него даже можно что-то даже почерпнуть. Например, на вопрос о примерных сроках начала продакшена первого фильма Гимпл сообщил, что в его голове на этот счет целых два варианта хода событий. «У нас есть много разных аспектов с точки зрения сроков, которые в значительной степени сейчас находятся в центре внимания. Я бы сказал, что прошедший год во многих отношениях был такой научно-исследовательской работой для меня. В настоящее время мы дорабатываем сценарий. Я не хочу говорить очень много об этом, потому что мы действительно пытаемся сделать что-то особенное для всех персонажей фильма. Поэтому держим ноги постоянно в огне, и это очень кропотливый процесс». Также из конкретики в интервью стало понятно, что у фильма все еще нет режиссера. По-моему, это уже многое говорит о реальном продакшене фильма, поскольку желающих браться за титанические планы Гимпла, видимо, мало. Но в то же время, теперь Гимпл уже не столь уверенно отвечает про судьбу других фильмов про Рика после первого. По его словам, сейчас они хотят сыграть в некоторую игру по итогам первого фильма, а уже потом начнут конкретно так думать про продолжение. То есть, переводя на нормальный язык, Гимпл говорит, что ему сейчас не до второго и третьего фильмов, а хотя бы добить кое-как первый, а дальше уже время покажет. Про Мишон и участие в фильме Рика всея автор тоже ничего конкретного не говорит, предлагая просто дождаться ее реального финала в сериале. «У нее есть удивительная история в «Ходячих мертвецах», которая сообщит обо всем, что движется вперед. Но я не хочу опережать это, мы очень много работали над этим». Что касается самого Рика, то с помощью него Гимпл собирается открыть большую часть мира этой вселенной. Рик будет подвергнут многим сомнениям, в том числе из-за громадного опыта им ранее проденного. Это гораздо больше мир, чем тот, в котором он был ранее, и это само по себе уже осложнит ему жизнь. Теперь все обострилось, и так как это большое кино для кинопроката, мы уже будем заполнять этот хрометраж совершенно новым содержанием. Масштаб больше, бюджет больше, и это «Ходячие мертвецы», но усиленные как в повествовательных темах, так и в том, что мы видим на экране. Это не будет то же самое, что мы видели по телевизору, это больший продукт, мы идем в новых диких направлениях. Фильмы – это другой зверь, отличный от телевидения. Телевидение – это как бум, и мы закончили. Фильм нужно откалибровать всего на полтора-два часа, и это не шутка, хотя и очень интересно. Для нас это настоящий вызов, и мы очень серьезно относимся к нему для фанатов. Мы действительно хотим доставить им что-то особенное, что-то стоящее из их поездки в кино. Мы пытаемся быть очень взвешенными и предлагать что-то новое. По итогу, лично мне слова Гимпла уже невозможно серьезно комментировать. Прошел уже год и два месяца после анонсов фильмов. У фильма нет еще даже режиссера, графики съемок в процессе, и по слухам Эндрю Линкольн все еще не одобрил свою часть сценария. Для Гимпла фильм – верх его сценарных амбиций, и он хочет сделать с ним что-то особенное. Причем для этого нужно больше денег, чем на сезон сериала. Возможно, поэтому для него все сейчас в новинку. Гимпл умеет писать в долгую, он умеет одну войну со спасителями растягивать на 32 серии, но сообразить, как это время уместить два часа, для него сложно. Более того, сейчас у Гимпла нет ориентира в виде комикса Киркмана. Весь сюжет лежит на нем, и еще поэтому его идеи буксуют. Недавний провальный пятый сезон «Бойтесь, ходячих», созданный с авторствой с тем же Гимплом, еще более подогревает его неуверенность в себе и 100% заставляет переписывать на ходу всю эту историю с вертолетчиками и тайной организацией. Я на 200% уверен, сейчас перед Гимплом совершенно иные пути в сюжете фильма, чем это было год назад после ухода Рика. Возможно, у сценариста даже паника, и поэтому он не может ответить внятно ни на один вопрос, что уже подбешивает. Поэтому уже сегодня он не говорит 100% что будет трилогия. В его самых заветных мечтах сейчас хотя бы запуск первого кино, но и с тем все очень сложно. А пока Гимпл пытается выжить из многострадального повядшего проекта хоть что-то, на фронте съемок шестого сезона «Бойтесь, ходячих мертвецов» началась наконец-то работа. Съемочная команда вернулась с каникул и уже снимает третью серию, работа над которой завершится даже 15 января. Однако это не главная новость. В осень, где снимается «Бойтесь», приехала Кристин Евангелиста, актриса, игравшая в ходячих жену Дуайта Шерри. Шерри пропала из ходячих еще в седьмом сезоне, когда отпустила Дэрила и исчезла в непонятном направлении, оставив Дуайту записку, что разочаровано в нем. После этого у Дуайта появилась идея Фикс ее найти. И именно поэтому Дэрил и выгнал его тогда, два года назад, из ходячих, и Дуайт больше года скитался по Америке, пока не пришел по запискам от Шерри в тот же Остин, что и Морган. В финале пятого сезона Дуайту наконец-то удалось услышать голос любимой по рации. Правда, сам он подумал, что это были галюны от жары. Актриса уже выложила несколько фото из Остина у себя в инстаграме, и плюс к этому она больше не играет на Бродвее в спектакле «Госпожа Триал», где она работала последний год и на ее место сейчас была взята новая актриса. Все это наводит на мысль, что Гимпл не зря весь пятый сезон намекал на камбэк Шерри во вселенную. Тем более Дуайт вряд ли мог спутать голос своей жены, да и в наличии галлюцинаций он пока еще не был замечен. Еще на днях Эмси выпустил нарезку из всех новых и старых проектов прошлого года и нынешнего. Не есть сразу все, от «Ходячих» до «Лучше звоните Солу». В первой половине промо были представлены кадры из серии, вышедших в 2019 году. Во второй – из тех, что будут в 2020. Были здесь кадры из «Ходячих», что мы уже видели в промо, но были и из «БХЭ». Там Морган на фоне стада и Алиша в каком-то помещении. Конечно, это может быть и спойлером, что Морган выживет. Однако на кадре Морган в синем свитере, а не рубашке, как в финале пятого сезона. И он слишком здорово выглядит для раненого в плечо. Кадр похож на момент из пятого сезона, когда все пытались уйти от стада и сесть на самолет. Правда, лично я так и не смог найти прямо-таки точно один в один кадр оттуда. Поищите, если хотите. Это я все веду к тому, что если Шерри действительно была где-то неподалеку от мест действия финала пятого сезона, так как ее слышал Дуайт, она бы вполне могла прийти на помощь Моргану в самый последний момент. Тем более, зомби там было не так уж и много. Ну и еще немного про Грегори. Помните еще такого? Вообще-то, Еленочка, я здесь прописан. Сколько раз нужно это повторять, старый ты пердун, я Мэгги. Я понял. Елена, пусти меня. Бывшая звезда «Ходячих мертвецовок» Сандер Беркли, который играл трусливого экс-лидера Хилта по Грегори, рассказал на недавнем Комиконе, что его вылет из шоу был усечен, чтобы приспособиться к надвигающемуся выходу Мэгги в девятом сезоне. Я просто думаю, что они урезали мое пребывание в сезоне до одного эпизода, как и некоторые другие моменты там. Я считаю, из-за этого мы не смогли насладиться большим, как это было в комиксе. Я не совсем поверил Грегори, пытающимся зарезать Мэгги. В комиксе мне гораздо более понравилась идея, чтобы он ее попытался отравить. Я думаю, что люди всегда более сложны, чем их обычно изображают в телешоу и в фильмах. Продюсерам целесообразно сделать их проще, чтобы аудитория могла легче воспринимать сюжет и не запутаться. Поэтому я понимаю, почему они так упростили моего персонажа, что его действия никто никогда не подвергнет сомнению. Он плох и очень плох. Ну что же, друзья, вот такие вот первые ходячие ньюз в этом году. Пишите ваше мнение по поводу предстоящего фильма про Рика Граймса. Если честно, у меня уже более как с иронией не воспринимается ничего, что я читаю про Гимпла, про его обещание выпустить первый фильм про Рика, про участие в нем Эндрю Линкольна. Такое ощущение, что Гимпла сейчас реально какая-то есть что ли истерика, и он уже просто мусолит одно и то же полтора почти года. Кстати говоря, вы заметили, что в этом интервью он впервые упомянул про финансовую часть вопроса, что оказывается фильм требует больше денег, чем весь сезон сериала. Может быть студия Universal, которая ответственна за производство, не хочет доверять Гимплу в бюджет, особенно после последних не очень сильных сезонов, которые он делает. Я имею ввиду, я имею ввиду прежде всего пятый, пока что последний сезон Бойтесь Ходячих, у которого рейтинги падали буквально-таки с каждой, с каждой серией. А уж сколько было хейта в его сторону, причем не только от меня, причем от самых-самых отъявленных фанатов Бойтесь Ходячих, это было очень много. Ну что ж, спасибо, что смотрите, с Новым Годом еще раз и конечно же с Рождеством, все кто празднует и все кто верит, пока.